Надо почитать... Надо почитать почтнотик. Поехали. Привет, Морфия, доброе утро. Какая оружка? Какая-какая? Меч Фавония, который мне нафиг не нужен, на самом деле. У него база, блин, 41. Зачем нужен меч Фавония, если на восстановление энергии у нас есть, во-первых, церемониальный, во-вторых, осквернённое желание. А у меня их уже три. Блин, если он дойдёт до пятёрки, я его вкачаю потом, придётся. Ну, на джин зайдёт, в принципе, кстати. У меня же как раз на джин пока что нету пушки. Ну, как нету, я осквернённое желание... Хотя оно будет кочевать, в принципе, осквернённое желание я такой кочу ещё очень меч. Кстати, Фавоний на чичи вместо флейты. Флейт, конечно, у меня третьего уже докачано. Вот куда Фавоний нужен. Да. Фавоний — это ци-цишный меч. Вон, коко. Да, нет, не захочуя коко. Коко! Это как бы более интересная информация. Потом почтноут, там уже такие более... ну, мелочи. События праздник морских фонарей. Примите участие, получите в подарок персонажа четырёх звёзд из Льюи на выбор. Да, мы это уже слышали, смотрели стрим разрабов. Выполняйте испытания театра механикус, чтобы получить талисманы, за которые получить можно будет корону, новую именную карту и другие награды. Награды одного персонажа во время событий останется со мной. Хорошо, события проводятся. С 10 февраля. То есть, если Сяо выходит 3 февраля, то события первые... Большой праздник начинается аж 10 февраля и будет длиться по 28 февраля. То есть, 2 с половиной недели примерно. Окей. Ну, это вот самое большое событие. Завершить задание «Затокрылая птица», чтобы открыть события праздника морских фонарей. Во время события не требуется тратить ключ легенд. Ну, это задание как раз Сяо. А задание Сяо... Подождите, это же его задание. Не, это какое-то новое. Его задание вроде бы будет открыто уже завтра. Ну, в среду, в среду. Условия разблокировки задания. Ранг 23 и выше. Завершить главу «Загадочная земля. Тысяча камней». Так, после завершения события условия открытия задания легенд будут восстановлены. Для разблокировки будет ранг 40 приключений. И будет потрачено. Ну, это фигня все. Ладно, откуда появились фонари? Задание праздника. С 10-го. Потом следующий кусок ивента через 4 дня. И еще один кусок ивента через 4 дня на 3 куска ивент будет делиться. Так же, как прошлые большие ивенты. История праздника морских фонарей. Откуда появились фонари? 2, 3. Ну, короче, понятно. Здесь все будет даваться... За все будет даваться камень истока и какая-то праздничная жара, чтобы продвинуться в событии. Театр Механикус. Я так жду этот ивент. Это так прикольно. Я обожаю тавер-дефенсы. Это очень весело. Выполните задание «Откуда появились фонари» и «Лио» Театр Механикус. Каждая попытка и испытание, удачная или нет, стоит один небесный фонарь. Ого! Вход платный! Фонарь можно сделать на верстаке. Материалы для него добывают посредством сбора растений и руды и убийством определенных врагов. Прикольненько. С повышением уровня праздничной жары станут доступны новые этапы и уровни сложности. Новый тип механикусов, а также более высокие уровни их улучшения. С уровнем праздничной жары откроются новые испытания Театра Механикус. Выполнив их, вы получите талисманы мира. Испытание Театра можно выполнять только в одиночку или в совместном режиме вдвоем. Время работы ночного рынка 10, 14, 18, но это то же самое. В ночном рынке талисманы мира, которые здесь зарабатываются, да? Можно обменять на опыт героя, руду, материалы развития персонажа, материалы повышения талантов, корону, именную карту свет фонаря и другие награды. Ну, короче, все можно будет выкупить за Tower Defense. Да. Какая нахрен дотка, Red Hood, ты чё? Что? Останься со мной. Достигните уровня свет фонарей и праздничной жары. Потратьте тысячу талисманов мира, чтобы получить одного из персонажей. То есть надо будет аж тысячу набрать, чтобы получить вот этого бесплатного четырехзвездного ночного персонажа, которого можно будет взять только одного. Так что выбирайте с умом. Я, скорее всего, возьму либо созвездие на Синьянь, либо созвездие на Чуньюня, потому что я его даже сейчас использую. Либо звездный блеск. Нет. Окей. Ладно, едем дальше. Пять оттенков фортуны. Это какой-то ивент с фотографиями, который начнется уже 3 февраля. У нас начнется мини-ивентик, то есть начнется все с квеста Сяо и мини-ивента, а большой ивент фонарей начнется с 10 февраля, как раз, я так понимаю, с китайского нового года. Вот, наденьте. Так, вам особенную фотокамеру Дзитун подарит. Фотографируйте указанные объекты, чтобы получить фотографию разных цветов. Обменивайте коллекции из пяти разных цветов на камне из токового подгероя, волшебное родоусиление и другие награды. Ранг приключений 20 и выше. Выполнить задание любопытная фотокамера. Кстати, у меня, я так понимаю, это задание не сделано. Это же вот то, которое просто сейчас в Ли-ю есть, да, наверное. Надо будет выполнить. Событие продлится 10 дней. Первые 7 после старта будут получать 10 доступных снимков каждый день. Готовыми фотографиями можно обмениваться с друзьями. Там цветами обмениваются вроде как. Так, у меня два рода, по-моему, было, да, по звуку. Страшно. Сумирайка, спасибо за рейт, привет. Здорово, здорово. Последние три дня события сделать, сделать снимки будет нельзя, но можно будет просто обменять фотографии и менять готовые коллекции на награды. А так же, как было с этим заданием, с поиском сокровищ, вы вначале набираете, а потом, если вдруг забыли, не успели обменять наградки, пришли и обменяли. Это они молодцы, где дают дополнительное время. Молитва. Ну что ж, самое интересное, да, молитва сяо. Как я и говорил, они добавляют одного хилера плюс два щитовика в пачку к сяо. Бейду идеально к нему подходит, потому что накладывает электричество на врагов, причем на всех врагов в округе своей цепной молнией. И сяо потом сможет ее рассеивать, и тем самым, если враги будут собраны в одну кучку, электричество плюс анима будут давать довольно высокий рассеивающий электрический урон, да, во всех врагов. Там очень много ауе урона получится. Плюс это щитовик. Синьянь. Синьянь все еще особенное очень. Увеличение физического урона сяо будет не нужно, потому что он превращает в своем ультимейте урон из физического в воздушный. Но сама по себе синьянька, опять же, накладывает щит, наносит большой физ урон. И классный, неплохой персонаж, особенно со второго созвездия. Так что многие добьют второе созвездие синьянь и смогут ей пользоваться, как я, на своем фритоплей аккаунте. Единственное, ей бы, конечно, черногорскую бритву купить. А сейчас будет магазин Паймон с королевским оружием, так что задумайтесь, если у вас есть звездный блеск. Может быть, если вы хотите играть с синьянькой, стоит сейчас купить... А, уже поздно, уже поздно. Все, магазин же уже поменялся, я туплю. Ну, если что, всегда есть меч, который давали на горе. Двуручный, он дает физический урон. Для ее ульты он нормально зайдет, чтобы она вписывала неплохие циферки. Идиона. Все думали, что будет Барбара. И по максимальной вообще логике должна была быть Барбара. Потому что, во-первых, Барбара это постепенный хил, который нужен Сяу, чтобы не проседать в ульте. Потому что проседать в ульте плохо, Пэй, это не очень круто. Такова будет его ульта-обилка. Но разрабы сжалились над игроками. И в баннер с хорошей пятизвездкой, в отличие от баннера Кацин. Где он там? Вот этот. Куда как раз и запихнули Барбару. Сюда добавили Диону. Диона очень, еще раз говорю, хороший персонаж. Особенно шестого созвездия. То есть, если вы добиваете Диону до шестого созвездия, она в ульте. Дает всем персонажам, которые там стоят, 200 мастерства стихий. Что это значит? Это значит, что если вы используете под Сяу одновременно Бидо и Диону. Выкидаете за Диону ульту. Врубаете Бидошку. Да, подрубаете ее ультимейт. Потом врубаете ульту Сяу. Три. Третий персонаж. Начинаете раздувать электричество по врагам. И наносить большой урон рассеиваниями, электричеством и так далее. Потому что у вас в ульте Дионы. И там еще и складывается лед постоянно. И вы даете вот эти вот реакции. Реакции рассеивания. Мастерство стихии это сильно. Ну и конечно же она и хиллер, и щитовик. Щитовики сильнее, чем обычные хиллеры. То есть, она круче, чем Барбара. В общем, все, кто ждали Сяу, получили реально крутой, хороший баннер. Поздравляю, можете ролить. Но Дионе в идеале созвездие шестое. Так получилось в идеале. Без шестого созвездия, к сожалению, ну как бы... Синьянь второе созвездие. Бидо хотя бы первое, потому что ей нужен щит для Сяу на ульте. Иначе какой смысл? Ну, кроме того, чтобы наносить электрический урон. Тут хотя бы щит, чтобы он не проседал по хпшкам. Вот такие дела. Едем дальше. Молитва, соответственно, будет длиться после обновления. И до 17 февраля. Обратите внимание, что этот баннер будет длиться не три недели, а две. Так что успевайте накопить свои прямогемчики. Забрать свои 10 халявных роллов, о которых мы еще, по-моему, не прочитали. Там где-то будет информация о том, что в ивенте Сяу будет 10 роллов. Так что выбивайте Сяу, накопить можно успеть. И, в принципе, там много круток дают. Там ивентовый, и вот это вот все. Ну и выбивайте созвездие на вот этих персонажей, они классные. Оружки. Давайте смотреть оружки. Оружки, кстати, длятся три недели. Почему так сделано? Потому что вот это, видимо, сигнатурный меч для Кацин. То есть у вас есть время выбить сигнатурный Коршун для Сяу, который будет на нем хорошо работать. Потому что дает, по-моему, крит-шанс, если я не ошибаюсь. И нефритовый, тоже такая же зеленая пушка, тоже, видимо, будет давать крит-шанс, да? То есть можно увидеть уже, что зеленые оружия, вот такие вот нефритовые, будут работать на крит-шансе. И тем самым мы можем в итоге дождаться нефритового лука, нефритового катализатора. И что нам еще остается? Нефритового двурука. В ближайшее время. Вполне логично, что когда-нибудь, в ближайшие полгода, такие пушки введут. Что можно на этот счет сказать? Ну, копье, опять же, для Сяу хорошо. Меч, если он действительно будет давать крит-шанс, он, в принципе, будет работать на всех персонажах. Потому что крит-шанс одна из самых усиленных характеристик, так же, как и крит-урон. Идеально, скорее всего, будет как раз-таки работать на Кацин, которую добавляет в баннер. Четырехзвездки. Не забывайте, что если вы не киты, не донатите в игру там по 500 долларов в месяц. Для вас важнее не пятизвездки, а четырехзвездки. Потому что если четырехзвездки плохие, вам вообще не стоит ролить баннер ради пятизвездок. Четырехзвездки в целом хорошие. Окс-сознание. Подходит, в принципе, любому магу. На возвышениях своих, на пробуждениях начинает наносить большие цифры урона. Физические, правда. Ну, хорош, хорош. Относительно, нормально. Двурук церемониальный. Шикарная пушка. Все церемонии крутые, потому что все церемонии дают вам дополнительные элементальные чтицы. Восстановление энергии, как вы знаете, в одиннадцатой бездне. Которая вас должна была научить, что восстановление энергии это очень важная характеристика. Церемониальные пушки. Это топчик. Подходит много. На кого там эта церемония, там тоже бедой. Я планирую качать. На чуня хорошо зайдет. Ёлка говорит, что на делюка там классно выглядит. Можно будет тоже как-нибудь попробовать. В общем, хорошо. Копьё Фавоня одной из самых сильных копий в игре. Потому что у неё 44 база. Небольшие цифры восстановления энергии. И, конечно же, она даёт нейтральные элементальные частицы. Шикарное копьё. Отлично работает на Сян Лин. Скорее всего, будет хорошо работать на Сяо, если его ульта будет дорогая. На Джун Ли заходит. Средне хорошо. За счёт того, что... Не знаю. Да нет, тоже хорошо, потому что база 44. Камон. И ему не так сильно нужно восстановление энергии. Потому что у него ульта стоит 40. Ну вот, собственно, наши три копейщика. Меч Флейта грустное, конечно, оружие. Никому сейчас особо не играется. Никто с ним не ходит. Типа, вроде как, меч, созданный для того, чтобы дамажить физикой. Одноруком. Но зачем, если есть Камнитиоз? Правильно? Правильно. Ну, на пяти пробуждениях, наверное, выдаёт неплохие цифры. Я сам использую на Чичи, чтобы... Ну, раньше использовал, когда я играл за этого персонажа. Вот. Чтобы дамажить чуть-чуть хотя бы дополнительный такой урон. Ну и просто пять там ударов сделать. Не так уж сложно, чтобы заодно похилить всю пачку. Вот. Флейта... Флейта не физ. Да, Флейта даёт силу атаки, но у неё афикс наносит физический урон. Поэтому это оружие для физдамагера. Это не из-за её сабстата, а из-за её афикса, который дамажит физикой. Вот. Такие... Такие дела. Ржавый лук... Тоже... Лучники физой у нас дамажат не очень. Ну, типа, мы знаем, что Фишли может вписывать большой сингл-таргет урон, но... Это, опять же, сингл-таргет урон. Да и физа у нас не особо такая метовая. Сейчас вообще убрали почти Фатуев из бездны. Сейчас там Кокчурлы эти, у которых большие физрезисты. Соответственно, ржавый лук тоже не очень, и он, типа, ну... Обычно его используют для мейн-дд Тарталии с несколькими созвездиями. Ну, как бы... Тарталии-то уже нету в баннере, его же выбить нельзя. Поэтому все, кто выбил Тарталию, ну, может быть, вы можете выбить вот это. Но я, опять же, советую использовать Тарталию как саппорта. Через беструнный или через этот лук-серп с большими цифрами урона воды по огню. Там по 200 тысяч можно вносить. Так что, да. У них большие стандартные физрезисты, что-то несешь. У Кокчурлов, по-моему, 20%, если я не ошибаюсь. Или что-то типа 30% физрезиста, но не ноль. А у этих, у Фатуев было минус 20. Так что, чтобы вы понимали, я в сравнении беру. Поэтому, ну, физикой все равно, опять же, бить. Вот, а на Тарталию такое. Вот, а насчет легендарок, ну, я уже, в принципе, высказался, да. Копье хорошее, очень хорошее. Причем, ну, на всех копейщиков зайдет. Меч тоже, наверное. Меч посмотрим, если у него 48 базы. Это будет крутой меч для Беннета. Если у него 46 базы, то хер бы с ним. Вот. Но, скорее всего, если он будет давать крит-шанс, то он все равно зайдет всем. Вот. Такие дела. Такие дела. Это я... Ну, что тут смотреть? Ничего. Это мы почитали. Набор помощи. Никогда эти не покупайте, если вы Никиты не донатите по 2000 баксов в месяц в игру. Они абсолютно бесполезны. И дают меньше, чем примагемы в смолу раз в день по 50. Батл пасс точно такой же, но теперь в этот батл пасс добавляют смолу, как мы слышали раньше. Дополнительно причем. Убирают, вернее, меняют кусочки руды, переносят их в другие слоты. И у нас будет по, вроде бы, 10 смолы, если мы покупаем батл пасс. Батл пасс всегда покупайте. Забирайте оттуда меч, драконь и кости, радуйтесь жизни. Событие. Пусть удача улыбнется тебе. Наград за вход. Во время события за игру в течение 7 дней, чтобы получить переплетающиеся судьбы 10 и другие награды. Вот они, наши 10 розовых роллов ивентовых. Это то же самое, что... Я правильно понимаю, что это событие просто... Как оно у нас называлось? Жить одним днем, только усиленное. Это улучшенное жить одним днем. Да? Да, потому что за 7 дней захода, вот оно. Один ролл халявный сразу же, 160 примагемов. Потом 80 тысяч моры. Потом на третий день еще 2 ролла, 320 примагемов. Потом 18 руды. Фигня. Потом еще 2 ролла, еще 320 примагемов. Потом опыт героя, 8 книжек. Нормально. И еще 5 роллов. Итого за 7 дней мы получаем 10 роллов. Халявных абсолютно. И начнется оно 11 февраля. Ага. То есть только к 18 февралю мы сможем получить 5 роллов. А уже 17 февраля заканчивается баннер Сяо. Вот это, конечно, кидалово. Вот это, конечно, кидалово. Минус 5 роллов. Ну, эти 5 роллов можно будет, я не знаю, в оружку впихнуть, например. Ну, это да, это многоходовочка. Ну, не в кацин баннер же вливать эти роллы, правильно? Давайте обсудим кацин баннер. Это, конечно, очень смешно. Ну, я очень надеюсь, что... Сейчас, минуточку. А! Во! Отлично! Джинго все сделал. Все. У нас есть наш баннер. Кациновый. Я попросил Джинго быстренько нарисовать нам настоящий баннер с кацин. В принципе. Продолжаем шутку с Альбедо баннера. Хотя Альбедо баннер оказался еще отличным. Но вот этот баннер выглядит как кусок... Я не знаю. Зачем существует этот баннер просто? В общем. Барбара. Ну, как бы, come on. Привет, Джинго. Да, спасибо за картиночку. Очень круто, что выкинули Барбару из баннера Сяо. Я уже об этом говорил. Вот. Потому что, как мы знаем, Барбаре вообще не нужны созвездия. Ее вообще не нужно ролить никому и никогда. Потому что у нее два созвездия нужно. Но все, кто начинает играть, у всех есть нулевое созвездие Барбары. У всех, кто начал играть в первый месяц игры, есть уже первое созвездие Барбары. И второе созвездие падает откуда угодно. Из классических роллов. Из любых рандомных роллов. Короче, да. Нинка. Ничего не говорю против Нинки. Нинка классная. Многие любят ей играть. Многие доносят ей гигантские цифры урона. Нинка офигенный четырехзвездный персонаж. Особенно на первом созвездии. На втором созвездии. Не помню ее четвертое созвездие. Не помню ее шестое. Насколько она там хороша. Но Нинка крутая. Но это геоперсонаж. У нас, ну, у меня, по крайней мере, у многих есть небольшое недолюбливание геоперсов. Во-первых, потому что разрабы долгое время форсили вот эту вот геобездну. И сейчас мы посмотрим, следующая бездна будет немножко другая. Нет, она все еще остается геобездной. Потому что на двенадцатом этаже, по-моему, все так же останется баф к геоурону. Вот, так что Нинка все еще тащит. Геоперсонажи еще и бафают. Ну, не геоперсонажи, а геоэлементальную реакцию, геокристальчики. Вот. И типа... Нинка классная. Дайте картинку с баннером ща минутку. Забирайте, забирайте. И надо поменять у Найтбота будет, да. Сейчас. Блин, ну у меня есть только ВКшная картинка. Вот такая вот. Ща я в группе ВК запущу, чтобы не потерять, забирайте. Ща я в группе ВК запущу, быстренько. Все запостил. Есть. Так. В общем, Беннет. Ну, я надеюсь, что все успели выролить Беннета в баннере с Альбедо. Потому что здесь его ролить я никому категорически не советую. Потому что кацин может выпасть 50 на 50 всегда. И когда-нибудь через 3 года, через 4 года, через 2 года, в зависимости от того, сколько вы донатите, сколько вы не донатите. У кого-то через год уже будут несколько кацин, несколько цицин, несколько джин, несколько делюков. И, типа, просто так тратить примагемы на баннер, в котором нету лимитированного персонажа. Тратить примагемы на персонажа, которого можно выбить всегда. А не на персонажа, который временный, да. Ну, такое-ся. Слушайте, а что здесь музыки нету? Я что-то все говорю-говорю, а музыки нету. И так как-то без фона так грустно. Вот. Так что никому не советую. Абсолютно ненужный баннер. Особенно для фри-то-плей игроков. Абсолютно ненужный баннер для фри-то-плей игроков. Лучше порольте сяу и копите на следующие ивентовые баннеры, которые, ну, типа, да. Что касается кацин, опять же. Электроперсы пока что не очень в мете. Мы ждем, наверное, и надзуму, потому что она будет электрическим регионом. В надзуме, скорее всего, будет электрическая бездна. Тогда уже электрические персы начнут нормально отыгрывать. Сейчас кацин сама по себе неплохой, конечно же, дедэшер. И как физ может раскрываться, и как электродэшер тоже. Но, опять же, под мету чуть-чуть не попадает. Электрореакции сейчас не очень сильные. Перегрузки обычно запускаются другими персонажами, естественно, которые, ну, собирают мастерство стихий такими, как Лиза очень хорошо играет там на перегрузках, чтобы они мощными были. Или перегрузки, ну, неплохо может запускать бейдошка своей ультой. Ей тоже может немножко мастерства подролить. Ну, а кацин это чисто крит, шанс, крит урон такой, мейн дамагер. Типа, она тоже немножко как Рейзер, она не очень хорошо... Нет, она на самом деле умеет саппортить, потому что она может чисто ультой... На нее можно переключаться, нажать EQ и потом убрать в карман. Рейзер тоже можно так себе, да? Вот, ну, опять же, для всех любителей кацин, я не знаю, если вы вот прям мечтаете об этих колготочках, ну, чат. Ну, чат, ну, вот же колготочки получше, ну. Ну. Ну, типа, у вас есть полтора дня, один день и четыре часа, до шести часов, чтобы выбить прекрасную... Прекрасную гонью, как бы, ну... Ну, вы понимаете. Вот. Такие дела. Про этот баннер поговорили, я не знаю, что еще сказать. Вроде бы... Вроде бы... Вроде бы все. Он тоже будет две недели длиться. Смотрите, то есть у нас будет всего четыре недели вместо полутора месяцев. Это прикольно. Это прикольно, потому что я бы не хотел этот баннер видеть три недели. Я бы, конечно, хотел, чтобы баннер Сяо был три недели, чтобы все, кто хотели его заролить, успели его заролить. На самом деле все, кто хотели его заролить, на него уже скопили, там, многие-многие свои примасы, да, десятки тысяч примагемов, чтобы выбить этого своего любимого Сяо, которого так давно слили. Так что, в принципе, ему и двух недель хватит. А если что, там, можно знать. Ну, а кациновый баннер, я считаю, что это баннер, на котором две недели у нас есть время покопить примагемы на следующих лимитированных персонажей. Либо поролить оружку, потому что оружка, этот нынешний баннер оружия действительно выглядит неплохо. Вот. Едем дальше. Признание лунного фонаря, подарки праздника морских фонарей. Это что такое? Заходите в игру во время события и получайте слабую смолу, переплетающуюся судьбы и другие награды. Время события с 26 февраля. Ранг приключений, переплетающиеся судьбы, слабая смола, золотистые крабы, что? Волшебная руда, усиление, мора. Так, ну смола, это офигенно. А что делать-то в этом ивенте надо? Просто забирать халявки? Или что? Переплетающиеся судьбы, еще три ролла. Подождите, все письма можно получить до обновления 1.4. Ну. По обновлению 1.4. Ну, по сути, 10 дней-то. А значит, обновление 1.4 будет когда-то? А, ну, 5 февраля, когда-то. Ну, февраля... Ну, февраля, 26-е, 27-е, 28-е, три дня. Тея, ты меня... Потом, первое марта, второе марта и третьего марта у нас будет... Не крутить баннер, блин. Некий господин, спасибо за нанадо. Вот пойди сейчас и убей, Кэт-сын, со стандартного баннера. Удачи. Ну, не буду. Я, Кэт-сын, еще до выхода игры хотел. И таких дофига. Ну, пожалуйста, рульте. Ну, пожалуйста, ребята, все, ваш выбор. Я лишь говорю с точки зрения игрока, который рассматривает эту игру как коллекцию персонажей. Разрабы вводят лимитированных персонажей на 2-3 недели, которых ты выбить не можешь после этих 2-3 недель. А Кэт-сын ты можешь выбить через годик, через полгодик. Я в долгосрочной перспективе смотрю. И советую для людей, которые тоже, надеюсь, будут вместе с нами, со стримерами, со мной, играть в эту игру еще год, два, три и так далее. Они вернутся, сам понимаешь, вернутся, но не скоро. А Кэт-сын может выпасть просто так. Просто так. И ци-ци, и так далее, и так далее. Вот. Но делайте, что хотите. Это ваши примогемы, это ваши деньги. Роляйте, что хотите. Типа. Я рад за всех тех, кто хотел Кэт-сын. Пожалуйста. Нюк соберет свое шестое созвездие и будет радоваться Кэт-сынке. Окей. Все остальные, кто там хотели Кэт-сын, дорольте сколько хотите. Выбивайте звездный блеск на Барбаре. Это не мои проблемы, правильно? Я не буду выбивать звездный блеск на Барбаре. Типа, ну, мне мои денюжки дороже. Очевидно. И мои примогемчики. Ваше дело. Просто ваше дело. Такая небольшая ремарочка для всех, кто сейчас подумал, что я хейтер, там, Кэт-сын или еще что-нибудь. Нет. Это не так. Просто выбивать классических персонажей, это... Нээ. Что еще? Разлив артерий. Вот, это двойные артерии. Во время события проходите испытания цветы богатства или артерии цветы озарения, чтобы получить двойные награды. С 26-го по 5-е марта. Ага. По 5-е марта. То есть здесь они дату написали, а инфу о патче 1.4 они дату не написали. То есть, может быть и правда патч 1.4 будет 3-го марта? Это как раз среда. У нас ровно месяц, и в патче 1.4 нам завезут еще какого-то, может быть, нового персонажа. Ху. Может быть, какого-то нового персонажа завезут, да? Вот. Активируйте цветы богатства озарения во время событий. Путешественники могут проходить испытания цветов богатства или цветов, затем тратить первородную смолу. Ну, это то есть только по 20 для получения двойной награды. Каждый день доступен 3 шанса удвоения. То есть это сколько дней? С 26-го по пятницу. Ровно неделю мы сможем получать удвоенные наградки 3 раза. То есть 3 на 7, 21. 21 умножить на, ну, допустим, 120 тысяч моры. Это 2 миллиона 400 тысяч моры за одну неделю. Нормально. Нормально. Вполне. Ну, или книжек, если вам... Ну, или в эквиваленте, да? Там 1 миллион 200 моры на, там, получается, где-то 80 книжек опыта или что-то такое. Класс, класс. Там же было сказано, что будет еще баннер, не анонсированный красным шрифтом в 1.3. Где это было сказано? Я мог это пропустить. Я же не весь текст читаю. Я же свои мысли высказываю на этот счет. Правильно? Может быть, это еще в почтноутсе сказано, который мы еще не читали? Или это где-то вот за танцем фонарей? Существенно выше шанс получить кацин. Значительно повышен. Кстати, вот этот баннер с кацин, помимо того, что он повышает шансы на кацин, по сути, он вам также повышает шанс на делюка, чичи, джин и мону. Потому что еще минус один персонаж в баннере. Минус кацинка. Так что всем, кто там на 50 на 50 хочет попробовать, вы сможете попробовать выбить кого-то из этого. Но кто хочет цинцы? Че такое, Киргрейт? Во время версии 1.3 молитвы событий других персонажей следили за новостями. Это получается... Вся, вот здесь. Да нет. Короче, это в почтноуте, видимо. Минус гарант. Ну да, чичи выбивать. Но я еще не дошел до почтноута. Я его еще не прочитал. В общем, вот наш баннер. Лучший мальчик. Я, кстати, не заметил Джинга. Лучший мальчик. Да, да. Это бэнатовая тема. Так, ну и все, собственно, да. Артерии офигенная штука. Офигенно удвоенной артерии. Давайте быстренько пройдемся по почтноуту. Я не хочу его прям полностью вычитывать. Ну, давайте. Так, скоро начнутся технические работы. А примогемы дадут? Необходимо, чтобы обеспечить. Вы сможете продолжить игру после установки. Время тех работ. Войти в игру будет нельзя. Выбирайте время для игры таким образом, чтобы избежать разочарования. Благодарим всех путешественников за понимание. Они что, в этот раз не дают примогемы, что ли? Или дают? А, во. Компенсация за тех работы. 300 камней, столько. 60 за каждый час. Класс. Еще халявки. Найс. Тех работы, соответственно, в среду с часу ночи до 6 часов утра. А в 6 часов утра уже мы сможем зайти и ролить сяо. Как обновить клиент? Да, не забывайте обновляться сейчас, потому что вы уже можете сделать предзагрузку. Я уже предзагрузил. Тоже не забудьте это сделать. Это сейчас что было? Это были биться? Это был рейд. Все, бэкплей. Спасибо за рейд. Не забудьте предзагрузить. И даже на iOS'ах и Android'ах, да, уже есть предзагрузка или нет? Ни понятна. Чат, есть вроде? Ухз, ну если есть, то здорово. Они же анонсировали, что будет как раз, должна появиться. Или это было еще в прошлом патче, уж не помню. Ладно, едем дальше. Кто получит компенсацию? Все уровни пятого и выше. Отлично, письмо будет действительно 30 дней. Новый персонаж Сяо, древковая, бессмертный дух Якса, хранящая гаунь Льюи, зовется охотником на демонов. Взрыв стихии, надевает маску и становится сильнее, теряя хп. Урон от атак не только повышается, но и превращается в анема урон. Также Сяо немного выше прыгает, намного выше. Мы, наверное, бросаем вперед. Пси на Сяо урон можно использовать в воздухе. Окей, будет доступна молитва события приглашения к мирской жизни. Значительно повышенным Сяо, Дионы, Би, До и Синьянь. Следующий повышенный шанс потом будет Кацин. Нефритовое равновесие группировки Ци Синь. Есть что сказать против Остелина Камня, правящего Льюи, лишь словом. Оказывается, боги любят таких скептиков, как она. Будет доступна молитва события Тайны с фонарей. Нингуан, Беннет и звездочка Барбара. Во время версии 1.3 молитвы событий и других персонажей. Следите новостями. Ага, да. Значит, будет еще какая-то молитва. Посмотрим. А вдруг они параллельно с баннером Сяо возьмут и, короче, внезапно скажут, мы решили на Новый год вас поздравить и ввести еще один баннер. И люди такие... Не, вряд ли. Скорее всего, все-таки после Кацин просто патч 1.3 продлится до середины марта, скорее всего. Правильно? Ну, будет... Будет логично, если он продлится все-таки до середины марта. И все, что я думал до этого, было немножко неправильно. То есть где-то до 16-го, 17-го марта. Едем дальше. Новое снаряжение, оружие, которому они не написали статы. К сожалению, посох Хомы Древковой... Так, стоп, это что такое? Оружие, драгоценный омут и нефритовый коршун. Ага. Посох Хомы Древковая, каменное копье. Новое снаряжение. Новое снаряжение. Новое оружие, драгоценный омут, одноручное, пятизвездочное. Посох Хомы Древковая. Это которое мы видели, красное, горящее такое. Древковое, каменное копье Древковое и каменный меч. Четырехзвездочный. Двуручное. Будут доступны после обновления и до 23-го. Будет доступно на драгоценный омут и нефритовый коршун. А посох Хомы, каменное копье и каменный меч. Появится, видимо, в следующей молитве события. То есть, оружие. То есть, 24-го числа у нас будет два новых копья. Два. На трех копейщиков. И новый Двурук. Что бы это ни было. Окей. Окей. Ну, посмотрим. Что бы это ни было, потом узнаем. Новое событие. Главное событие. Праздник фонарей начнется с 10-го. Не заберите персонажа на выбор. Это все мы уже прочитали. До участия в событиях не нужна смола. Это классно. Театр Механикус. Театр, прям, Tower Defense, это очень круто. Праздничный свет фонарей. Это мы все прочитали. История праздников фонарей. Просьбы жителей морских фонарей, чтобы получить камни исток и повысить уровень праздничной жары. Да-да-да. Появились фонари Театр Механикус. Попытки. Да-да-да. Это все есть. Ты будешь крутить сяо? Я обязательно вырылю сяо. Планирую в первый день себе вырыли сяо. Так что в эту среду приходите. Знаете, во сколько? Я уже решился, что роллы будут в 12 часов утра. Если вот сегодня у нас, блин, час дня, понедельник, 800 зрителей, то, я думаю, успеют люди подскочить на стримчик, зайти, посмотреть роллы. Я планирую ролить сяо до его выпадения, чтобы сразу же вам показать, рассказать о том, что за персонаж, как за него играть, сильные и слабые стороны и так далее, и так далее, с кем хорош, чтобы все это потом на ютубчик выложить обязательно и, соответственно, ну, чтобы играть за персонажей. Я уже сказал, что я буду ролить всех лимитированных персонажей. К сожалению, я пропустил Вентик, к сожалению, я пропустил Джун Ли. Больше я такой ошибки совершать не буду. Я все свои роллы буду копить на коллекцию персонажей. Я играю в покемонов. Вот. Я играю в покемонов, но не покемоновых покемонов. Вот. Так что да. Останетесь со мной, достигнете уровня... Так, ну, это все мы читали, это все ивентовое, да. Заходите в течение 7 дней, получите халявки, судьбы, да-да-да-да-да. Особенная фотокамера, новый сюжет. Новое задание легенд. 1 и 3 будет доступно задание Сяо, Звотокрылая птица, а позже другие. Возможно, как раз Кацин задание легенд ведут. Побегаем за нее, посмотрим на нее чулочки. Вот. Узнаем немножко ее историю. Нам раскроют ее характер, ее как персонально. Другие нововведения. Геймплей, новые монстры. Гео-Вишап. Это древний Гео-Вишап. Ну, всего два монстра. Не очень много. Новый инструмент. Параметрический преобразователь. Позволяет преобразовывать помещенные в него материалы усиления, в материалы опыта персонажа, материалы развития персонажа и материалы возвышения. Офигенная штука. Я так понял, что-то типа каждую неделю мы сможем, ну, то, что нам показывали, менять рога, например, да, хиличуров. Переделывать их в книжке опыта. Офигенно. Skip no Dain Slave, а? Че? Задание с Dain Slave, он где? Кроме того, станет доступно задание мира, хранитель ветви Dain Slave. Да, скипнул. Ну, я на сюжет посмотрел. Это че? В общей сложности будет доступно 26 заданий мира, которые можно будет найти в историях праздника морских фонарей. А, ну, небольшие сайт-квестики. Небольшие сайт-квестики вот эти вот. И это, я так понял, да, нас тоже. Это, видите, это в ивенте будет, видимо. Это будет в ивенте нас познакомят с вот этим Dain Slave. Написано в течение праздника фонарей. Ну, здесь не написано про фонари, но... А может быть и не ивентовым будет. Может, его просто вводят как вот вводную сюжеточку. Ну, а, посмотрим, посмотрим. В общем, геймплей. Потом вот это офигенная тема. Новое достижение, трансмутация нуклида. Ну, это, видимо, связанное с преобразователем. Ну, и расходный предмет пыль азота. Можно изменить элементальную характеристику материала в возвышении персонажа. Это камни. Гео-камни переделывать в огненные камни. Там, не знаю, электро-камни в огненные камни. Водные камни в огненные камни. Какие еще камни нам надо переделывать в огненные? Хм. Можно, в принципе, переделать аномы камни в огненные. И, даже не знаю, может быть, крео-камни тоже в огненные переделывать? Да, я думаю, что можно все камни переделывать в огненные. Потому что иначе как прокачать гребаного Беннета до 90 уровня? Чтобы он передавал еще больше силы атаки. Вот. Да. Огненные в огненные можно переделывать. Точно. Да. Чтобы прокачать Беннета, Дилюка, Сянлин и Клип. Блин, всех. Вот. Новые рецепты. Полуночная яичница, вегетарианские мидии, деликатесы, скалистые гавани. Новый раздел архива существа. Здесь собрана информация. А, это Харьков смотреть, читать про них. И вообще про монстров можно будет прочитать. Можно будет устроить день. Чтение сюжет, ну, типа, информации о монстрах. Прикольно, прикольно. Возможность конвертировать материалы на верстаке. Комбинируя некоторые материалы возвышения с пылью азота. Это мы прочитали. На страничке личной информации, просмотра, достижения и стенд персонажей. Это что такое? Личной информации, просмотра, достижения. А, это где можно выставить своих самых крутых персов. Будет, чтобы люди смотрели их. Надеюсь, что то же самое сделают на сайте. По ссылке... Ну, короче, профиль Михаёшный. Если вы еще не создавали, тоже можете зайти. Вот здесь создать свой профиль. Тут ваши достижения высвечиваются. То есть, ачивки там. Репутация, уровень дружбы с персонажами. Насколько вы прошли прошлые бездны и так далее. Если вы этого еще не сделали, проходите по ссылочке. Можете меня зафоловить как раз. У меня публичный аккаунт. Вот, ссылка в чатике. Ну, и свой аккаунт создать, чтобы там... Может, на форумах вам захочется с кем-нибудь пообщаться. Я тоже все хочу как-нибудь, на самом деле, заходить сюда. В этот... Михоэллаб. Тут же куча всякого интересного. Наверное. Тут арты постят. Можно что-то почитать. Можно где-нибудь отписаться от фан-арта. Например. Михаёшный. Так, наверное, здесь там R34 фан-артов не будет. Это что, его? Огненные джунгли. Вот. Вот. Едем дальше. Все. На почте появилось возможность быстрого удаления. На PS4 новый способ фотографирования на экране улучшения оружия. Можно быстро добавлять выбранный материал. Да, зажимать. Наконец-то мы сможем зажимать кристаллы усиления. Класс. 1 и 3. Здесь, надеюсь, не так много? Нет, здесь тоже много. Ну, хорошо. Го быстренько прочитаем. Исправления, связанные с джунгли, о которых писали ранее. Взрывает гео, создает яшмовый щит, поглощение которого зависит от макс хп. Поглощение гео... Это раньше. Читаем, что новое. Эффект после изменений. Если количество гео колонн не достигло максимума, сразу на зажатой ешке создает колонну. Создает яшмовый щит, который поглощает элементальные уроны физически на 150 эффективнее. Теперь гео щиты ультраполезны. Потому что на 150% эффективнее поглощает все типы элементального урона. Гео щиты теперь прям крутые. И при помощи ешки, пока он бегает рядом с врагами, понижает все резисты врагов. И физически, и георезист, и аноморезист, и электрические резисты, и ледяно. Все резисты джунгли будут понижать на 20%. В сумме это увеличит урон по врагам примерно на чуть больше, чем 20, по-моему. Наверное. Потому что эти резисты там перемножаются с уровнем персонажа, по-моему. И где-то они там в формуле, короче, стоят. Короче, не знаю, не уверен, но это сильно. Это реально сильно. Это очень круто. Деда прям перебафали. Реально перебафали. Если поблизости есть цели геоэлемента, высасывает из них геоэлемента двух целей. Этот эффект не наносит урон. Ну, это хорошо. Только щит деда, а не гео. Да, это только щит деда. Я и говорю, что перебафали деда. Но вот это, вот это, вот. Это на все геоэффекты. Изменен эффект таланта второго возвышения господства земли. Опять же, у него теперь и обычная атака, и ульта скейлится от процента хп. И власть над камнем, и ешка колонна тоже от хп урон будет наносить. Это первый персонаж теперь, Джун Ли, у которого все способности наносят урон от здоровья. То есть сейчас у нас есть персы, которые бьют от защиты. Это Альбедо и Наэль. А теперь у нас есть Джун Ли, который все, все его обилки наносят урон от хп. 1.39, на самом деле это хорошие цифры, потому что не забывай, что это базовая атака, которая бьет быстро. Кубинник, ну ты чё? Не забывай, что это как, знаешь, это как пик полумесяца, который от твоего хп бьет. Это же круто. Жаль, нет копья колокола. Да, 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 да. Ну, когда-нибудь мы дождемся и других персонажей, типа двуручников, которые бьют от хп, от защиты и так далее, и так далее. Лучший навык Моны. Теперь, когда Моны получают удар, можно быстрее использовать телесторный поток. Неважно. Анимация ожидания Кэй, улучшена анимация Джун Ли. В вкладке оружия исправлена проблема, когда у персонажа с луком при прицеливании с препятствием могло возникнуть дрожание персонажа. Повышена точность стрельбы по движущимся мишеням. Это на Соньке, что ли? Исправлена проблема, когда у некоторых персонажей при ходьбе атаки с поля навыков или сиденье могла дергаться одежда или сама модель. Пускай дергается. Исправлена логика боя дендрослаймов. Теперь, когда дендрослайм прячется сравнительно далеко от игрока, персонаж не будет входить в режим боя. Ну вот. Польше слаймы не будут нас. Не будут на нас агриться издалека. Так подождите, почему здесь написано только про щит Джун Ли? Про элементальный и физический урон эффективней. Где-то же... Они же писали о том, что все гео-щиты хотят переделать вот в такой режим. Дальше будет? Хорошо. Так, исправлена проблема. Ага, монстры. Витая бездна. Смотрите, новая бездна. Как я говорил чуть ранее, нам меняют бездну и сразу же рассказывают о том, какая она будет. Спойлер. Бездна будет сяо-бездной. Двенадцатый этаж. Да. Потому что будет зависеть от количества ХП. Но меняют только двенадцатый. То есть одиннадцатый все так же остается криво-этажом. Ну и сам двенадцатый, возможно, тоже остается гео-нет. Наверняка увеличивают урон от гео. ХЗ, вот непонятно. И не только сяо. Вот то, о чем я говорил. Почему Беннетов Кацинбаннер добавили? Семьдесят процентов. Вот он. Это сяо-беннет-бездна. Будет. Смотрим. Изменены аномалии артерии земли на двенадцатом этаже. Только для этого этажа поток артерии земли будет нормальным. Нет аномалии артерии земли. Я вот не совсем вот этого понял. Что это такое? Типа не работает благословение Бездны или что? Или благословение, наоборот, особенное на двенадцатом этаже. После первого обновления фазы Луны в версии 1.3. Три фазы Луны будут такими. А, ну вот, три фазы Луны, ну, Луны Спирали. То есть именно двенадцатого этажа. Нет аномалии, то есть бафов не будет. А, может быть и правда уберут гео... Да, да, скорее всего они убирают гео-баф с двенадцатого. Все, гео-бездна закончилась, ура! Они убирают гео-баф. Получается. На двенадцатом. И вообще никакого бафа, что ли, на двенадцатом не будет? Ну ладно, нету и нету. Окей. И теперь у нас будет вот такие... Благословения бездны. Вот это вот благословение. Первые две недели. Когда хп активного персонажа ниже семидесяти процентов, сила атаки увеличивается на двадцать, скорость атаки на пятнадцать. Сяо Беннет. Когда хп активного персонажа ниже тридцати пяти процентов, и он защищен щитом, шанс крит попадания увеличивается на двадцать, и крит урон на сорок процентов. Только Сяо падает до тридцати пяти процентов, его дефы от Диона, Бейдо и Синьянь, которые втроем идут в его же баннере. У него увеличенный крит шанс и крит урон. Чисто его двенадцатый этаж будет. Чисто его двенадцатый этаж. Дальше, фаза два. Каждые десять секунд возникает заряд энергии, но одновременно не может существовать больше трех. Если хп находящегося на поле персонажа ниже пятидесяти, то при попадании по врагу обычной атакой он тратит заряд, чтобы создать на месте противника неустойчивую сферу энергии, взрывающуюся через секунду после возникновения. Каждые две секунды можно создавать только одну сферу. Очень странный взрывной баф, зависящий от вашего количества хп. Еще и не семьдесят, а пятьдесят в этот раз. Помните, я как-то говорил, да, что хилеры в игре не нужны? Я там гайд по артефактам создавал, да, о том, как бесполезна юная дева сет артефактов, о том, как не нужны статы, да, там, здоровье, бонус лечения и так далее, да. Так они еще и в бездну теперь просто сказали, убирайте хилеров, убирайте хилеров, вам хилы не нужны, вам надо учиться уклоняться от врагов для того, чтобы это проходить. Ну, чтобы вам... Для того, чтобы это проходить, на самом деле, нужно, опять же, просто нормально прокачанных персов иметь. Баф бездны это лишь... Никогда не забывайте, что баф бездны это лишь небольшой бонус для прохождения бездны. Вся бездна всегда... Вы должны раскачать свои основные пачки настолько, чтобы бездну проходить без этих бафов. То есть я, например, уверен, что моя коза, потому что она имбовая, имбовый персонаж, абсолютный, сломанный, уничтожает все на своем пути, под Альбедо, под Беннетом, там, с Дилюком в пачке, там, и так далее, пройдет всю бездну спокойно и, типа, изи, изи, и вот ничего не надо. Как тебе, Маркус? Мне нравится, Дим, привет. Хороший, удобный, но... Ты знаешь, у него такой большой вот этот вот спинка, и я, типа, я же боком сижу, и у меня, получается, кресло больше, чем меня. Но это надо просто потолстить опять. Дим, а помнишь лето у бабушки? Так, ну и третья фаза, ты, получается, третья бездна, будет КХП персонажа на поле боя ниже 50%. В течение 10 секунд после попадания по врагу обычной или заряженной атакой урон этого персонажа повышается на 2%. Сколько складывается 10 раз? То есть 20% в сумме. Но это весь урон персонажа, не только урон атаки, а весь урон. И для быстрых атак, кстати, хорошо работает. То есть для копейщиков, для, не знаю, лучников, для двуручников так себе. И опять же ниже 50%. Этот эффект суммируется до 10 раз, и у каждого персонажа в группе могут быть индивидуальные время и сумма эффекта. Когда сумма или длительность эффекта обновляется, существует 50% вероятность произвести энергетический взрыв. Может быть запущен только раз в 10 секунд. Вот это самый интересный такой баф, потому что, во-первых, это 20% общего урона, во-вторых, он зависит от 50%, а не 35%, как здесь. Ну а здесь силу атаки и скорость атаки на 70%. Прям вот изи подбена там вообще все проходится. Вот эта суперская тема тоже. Ну нормально. А вот этот вот критчанский ретурон до него очень тяжело дойти будет. 35% выследить на своей шкале здоровья будет сложновато. И получить этот баф. Имхо. Ну в целом бафы бездны нормальные. Опять же, посмотрим, какой будет 12-ая. Потому что сейчас 12-ая, откровенно говоря, скучная бездна. Типа, третий этаж бездны рассчитан на то, что у вас есть электричество плюс огонь и на эль в двух разных пачках. То есть электричество и огонь, чтобы сломать щиты быстро. И на эль точно так же, чтобы сломать щиты быстро. Вот. Поэтому они поменяют мобов. Что может быть лучше? Сверление в новой квартире. В час дня. Да, переезд удался. Да, переезд удался. Класс. Балдеж. Ну ладно, переживем как-нибудь. Человек-сосед. Я в субботу немножко сверлили. Я не знаю, что они там сверлят. Сверлят вообще. Типа здесь квартира нормальная, готовая. Ладно. Ого дальше. А, это мне за то, что я ору. Да я не такой громкий. На. Вот. Ладно, смотрим дальше. Короче, бездна. Прикольно, что они меняют на 12 этаже врагов. Потому что, ну, скучный этаж. Он такой сейчас прям однообразный какой-то. И... На. Так что посмотрим новую бездну. Бездна делает под сяо. Удаленные чаты больше не будут отображаться в списке чатов. Слава богу. У меня так бесело, что периодически висит вот этот вот удаленный чат. Улучшено поведение вкладок чата. Теперь приходит совместно. Ну, короче, чат им надо было дорабатывать. Он очень плохо работал. Он прям хорошо. Отображено меток на карте при наслалаивании. О, это тоже круто. Прозрачность интерфейса в режиме прицеливания в бездне. Это когда тебя у стенки зажимают, что ли? Использование инструмента фотокамеры на PS4. Начиная с версии 1.3 в батлпассе будут добавлены награды в виде слабой смолы. Об этом мы уже тоже слышали, говорили. Изменил кармановый телепорт на карте убрана кнопку удалить. Ну, такие чисто quality of life improvements. Оптимизирован размер планера в гардеробе некоторых персонажей. Увеличена скорость обновления при переходе между вкладками магазина Паймонс и использованием контроллера. Оптимизирован процесс прицеливания при низкой частоте кадров. Окей. Окей. Аудио, оптимизация озвучания. Во внутреннюю монологовую часть сюжетных диалогов добавлен эффект реверберации. Что это такое? Не знаю. Профессиональный стример работает со звуком. You know. Эффект реверберации. Что это такое? Боевое озвучание персонажа может перекрывать озвучание в режиме ожидания. Окей. Ну, это логично, наверное. Изменил актер озвучание для персонажа Эмбер. Изменил 150 силу после обновления игры до версии 1.4. Вот не написали в каком английский или японский. Кто это? Что это? Кого? Здорово, Киудетон. Да, отлично все. Отлично. Читаем патч. Добавлено озвучание на китайском для некоторых персонажей. Добавлено озвучивание на японском для некоторых персонажей. Окей. Скорректирован эффект микширования на некоторых звуковых эффектах для мобильных телефонов и ПК. Китайский. Вот это. Да я не, я не думаю, что японский и английский. У нее очень, мне кажется, каноничные. И японский и английский. У нее хорошие голоса. Вряд ли. Вряд ли эти, да? А вот оно пошло. Самое интересное. Геоэлемент становится полезным. Прочность гео. Элементальный резонанс увеличивает сопротивление. Прерыванию, если защищен щитом, увеличивает урон атаки на 15%. Да. Урон атаки. Что за перевод вообще? О, спасибо, человек-сосед, спасибо. Прочность щита повышается на 15%. Если у персонажа активен щит, то урон атаки увеличивается на 15%. Всего атаки, наверное. Нет, урон именно. Урон всего, наверное. Всего урона весь. Урон общий урон плюс 15%. При нанесении урона врагу его гео-сопротивление в течение 15 секунд понижается на 20%. Причем любого урона написано. Не гео-урона. Любого. Электрического. Ледяного. Главное, чтобы 2 гео в пачке было. И это будет понижать урон. Нормально. Нормально. Изменение баланса гео-щита. Гео-щит. И вот. Вот самое важное. Гео-щит теперь поглощает любой элементальный урон. И физический урон на 150 эффективней, а не гео на 250. Это прям супер круто. Теперь гео-щиты прям реально такие твердые камни, об которые еле-еле бьется любой другой элемент. Что вода, что огонь, что там физа. Абсолютно. Вот это очень сильно. Изменения коснутся гео-щита элементального навыка Джун Ли. Гео-щита на L. Гео-щита от гео-кристаллов, выпадающих из вишапов. Да. Ну, по сути, да. Только на L-ку Ешку апает. Получается, электрические, например, гео-элементы. Электрические гео-камни. Там водяные, огненные гео-камни, которые мы выбиваем из врагов, остаются, защищают от нужного вам элемента на 250%. То есть там электр от электр и так далее. Но это правильный, это правильный баланс. Это правильный баланс, потому что гео, он как бы универсальный, но в то же время не самый используемый. Вот. Альбедо не считается. Альбедо не может выбить гео-щиты, но он их не дает. Справлена вкладка стандартной молитвы. Содержание молитвы и ее правила остались без изменений. Поменялась только картиночку новую нарисуют для вкладки. Поставят там делюка вместе с моной. Будут такие карсоваться. Или обратно джин вернут. Не знаю. Может, оружие нарисуют новое. Описание мест нахождения пыльцы, туманной травы, мешочков с туманной пучков, туманной травы, откорректированный текст, описание следующих ресурсов, хрупкие. Ну, неважно. В инструкции к событию тестовый забег добавлено описание правил получения ментальных сфер. Все, закончу. Дополнение инструкции, чтобы путешественники могли быстро использовать взрыв стихий и поскорее познакомиться с эффектами умений персонажа. Причем вот прямо вот надо мной, походу. Ну, где-то вот там, там, там вот. Либо в этой комнате, либо в крит-доваре. Надеюсь, это будет не каждый день. Привет, Джим Браунд. Вот они переездовые. Плюсы, минусы. Опа, опа, опа. Еще пойдет. После данного обновления, соответствующий правиль будет добавлено описание. Все. Прочитали. Своё мнение высказали. Целый час на это потратили. На ютубчик выложим. Пойдем убьем Тарталью. Пойдем убьем.